МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости 24 в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Новые ФАПы в населенных пунктах Дагестана. В республику поступило еще 5 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. Современное искусство в древнем городе. Жители Дербента получили в подарок набережную в новом формате. Доплаты за классное руководство будут получать учителя всех российских школ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. В Дагестан поступило еще 5 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. Мобильные медицинские комплексы будут использоваться для обслуживания населения, выездной работы медиков, проведения диспансеризации, вакцинации в населенных пунктах, где затруднено транспортное сообщение. Упор будет делаться на обслуживание жителей отдаленных сел, в которых проживает менее 100 человек. На этот раз получателями новых ФАПов стали Ахвахская, Ботлихская, Гунипская, Дахадаевская и Кайтакская районные больницы. Министр здравоохранения Республики Джамалдин Гаджи Ибрагимов осмотрел медицинскую технику. Он отметил, что одно из главных направлений работы сегодня – это повышение доступности первичной медицинской помощи. На сегодняшний день в Дагестан уже поступило 15 ФАПов. В ближайшее время ожидается поставка еще 17 фельдшерско-акушерских пунктов. Наши министерства обеспечивают на сегодняшний день вот такими машинами. Когда выезжаем на медосмотр, диспансеризацию, очень кстати вот такие машины. Они оснащены определено внутри, есть оборудование необходимое. Предприятие по производству молочной продукции появилось в Казелюртовском районе. Основано оно на базе кооператива «Народный». Накануне там побывал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Эмин Шейхгасанов. На модернизацию производства предусмотрено около 50 миллионов рублей. Благодаря этому предприятие сможет использовать современные фасовочные технологии, выпускать качественную продукцию, нарастить производство и повысить конкурентоспособность производимой продукции. Помимо этого кооперативам созданы дополнительные мощности по хранению готовой продукции и приобретен технологический автотранспорт. Данный проект, стоимость 50 миллионов рублей, на данный момент завершился. Видим, что отслеживается приемка молока каждый день, ее технологическая переработка. В данном предприятии все каждым днем увеличиваются линейки выпускаемой продукции. В планах данного предприятия еще расширится выпускаемой продукции. Жители Зербента привыкают к новому виду набережной. Она стала новой достопримечательностью после того, как ее преобразил художник из Санкт-Петербурга Пакрас Лампас. О современной каллиграфии в древнейшем городе и о том, какие слова зашифрованы в арт-объекте, в сюжете Патима Тханаповой. Кисти, швабры и валики, крупные инструменты и ловкость рук превращают обычный тротуар в произведение искусства, называемое каллиграфити. Пакрас Лампас – один из самых успешных молодых художников в этом направлении. Он уже успел расписать квадратный коллизей в Риме, сделать проекты для брендов Nike, Mercedes-Benz и Lamborghini. Теперь его работа представлена и на набережной Зербента. Все мне рассказывали о том, что это не просто исторический город, а город, где огромное количество разных народностей, которые живут вместе много тысяч лет. Мы стали все источники, соответственно, исторические изучать. Увидели, что у города есть огромное число различных названий, поэтому каждая из надписей здесь, каждый круг – это то или иное написание слова «дербент» на различных языках мира. Где-то на историческом, где-то на переводе, могу написать «Морские врата», могу написать «Демир Капы», могу написать «Кахулга». Работы художника – это симбиоз древнего искусства каллиграфии, современного стрит-арта и глубоких размышлений на тему будущего. Важно не только, как написано, говорит Лампас, но и что написано. Рожденные им буквы и слова различить сразу сложно, но можно поможет в расшифровке информационный стенд, ну и, конечно же, сам художник. Вот это буква «Д», это буква «Е», это буква «М», это буква «И», это буква «Р». Видишь, да? Ага, все видно. Дальше буква «К», это буква «К», которая ближе к каллиграфическому написанию, связанному с латиницей, когда делается петля, а потом добавляется вот такой штрих, то есть она таким непрерывным получается штрихом. «Ка» – это «П», это «Ы». «Демир Капы». На этот объект у художника ушло около 10 дней. Работа над проектом проходила в рамках второго стрит-арт-фестиваля «Стена». Организаторы отмечают, что это была редкая возможность привнести в древний дербент современное искусство. Заполучить его было большой проблемой, на самом деле, потому что, если бы не ковид, я думаю, сейчас он рисовал где-нибудь в Испаниях, Америках и в прочих странах, зарубежьях. Но получилось так, что мы вовремя успели с ним связаться, договориться. Данный холст, можно прямо сказать, что он один из нескольких в мире, в принципе. Каллиграфия сейчас очень популярный формат, и поэтому для самого дербента это такой довольно-таки грандиозный подарок для города, потому что данная работа будет привлекать, я думаю, огромное количество туристов. Доплаты за классное руководство будут получать учителя всех российских школ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Вознаграждение в 5000 рублей теперь полагается также классным руководителям образовательных учреждений подведомственных федеральным органам исполнительной власти, таким как Министерство культуры, Министерство транспорта и МЧС. Решение о выплатах за классное руководство было принято по поручению Владимира Путина. При этом за педагогами сохраняются все ранее установленные надбавки. Более ста призывников из Дагестана пополнят ряды воздушно-десантных войск. Республиканский сборный пункт сформировал команды, которые отправятся в подразделения ВДВ в Сковской, Тульской, Рязанской областях и Краснодарском крае. В этом году призывники из Дагестана пополнят ряды сухопутных железнодорожных войск, военно-космических сил и ракетных войск стратегического назначения. Кроме того, около 400 новобранцев будут выполнять воинский долг на кораблях Балтийского Северного Черноморского флотов. Всего в ходе осеннего призыва будет призвано более 3000 граждан. В эти дни в Махачкале в магазине Киргу проходит выставка продажа ковров. Жителям столицы будут представлены лучшие работы коврового искусства Ирана, Турции, Бельгии и, конечно же, России. Изделия под классику и современные веяния моды можно будет не только посмотреть, но и приобрести. Экспозиция будет работать до 15 ноября. Это наша четвертая ярмарка в Махачкале. До этого у нас была ярмарка в Грозном. Хотелось бы поблагодарить всех представителей компании Киргу за помощь в организации, за предоставление площадки. Ждем всех с первого пункта наявля в втором доме Киргу. Отметим, что выставка ярмарка ковров проходит в столице Дагестана вот уже третий год. В этом году с организатором этого мероприятия выступил Городской комитет по спорту, туризму и делам молодежи. На ярмарке будет представлен широкий выбор ковров, подходящий под любой интерьер. По словам организаторов, подобная ярмарка ковров даст возможность увеличить рынок оптового сбыта продукции. И о спорте. Тэквандист Али Алиев завоевал золотую медаль чемпионата России в Москве. Для дагестанской сборной это золото стало первым за последние 7 лет. Алиев был лучшим в категории до 58 килограмм, которая является олимпийской. На пути к финалу Махачкалинец одержал победы над соперниками из Самарской области, Санкт-Петербурга и Ингушетии. В решающей встрече дагестанский тэквандист одолел серебряного призера чемпионата мира ростовчанина Георгия Попова. Отметим, что в прошлом месяце Али Алиев выиграл молодежное первенство России. Вместо чемпионата мира пройдет личный кубок мира. Объединенный мир борьбы не смог достигнуть установленных критериев для того, чтобы провести в этом году чемпионат. Причина угрозы распространения коронавируса. Так, США, Япония, Казахстан и Куба отказались от поездки. А во многих остальных странах границы остаются закрытыми. Согласно условиям проведения чемпионата, в нем было необходимо участие 8 из 10 ведущих стран мира, а также участие 70% спортсменов, заявленных на аналогичные соревнования в 2019 году. В качестве заменяющего турнира проведут Кубок мира в личном зачете. Фактически, состязания пройдут среди тех борцов, которые смогут добраться до места проведения соревнований. На сайте Федерации борьбы сообщается, что призовой фонд турнира составит 300 тысяч швейцарских франков, которые распределяют на 30 весовых категорий. Напомним, что чемпионат мира был запланирован в период с 12 по 20 декабря в Сербии. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи.